Эй, доброго ремнюта, друзья! Немного более полугода назад я решил таки отойти от пластформеров и заняться каким-то более-менее серьезным проектом. Но к тому же несложно реализуемое, и учитывая мою любовь к шутерам, было практически очевидно, что следующий мой проект будет стрелялкой от первого лица. Однако ранее я уже собирал проекты от третьего и от первого лица, которые на этом канале известны как игра за 500 долларов и игра за 5000 долларов. Бюджеты не самые маленькие для инди-проектов, и несмотря на то, что основная механика этих игр готова, к ним нужно создать еще множество контента, включая уровни. И как раз это самая большая проблема. Паков соседстора зачастую не хватает для всего, что нужно, и уж тем более для всего того, что я придумал в своей голове. А создавать свой собственный контент очень долго, даже для лоу-поли стиля, в общем-то и нанимать фрилансеров слишком дорого, а собирать команду, так это вообще отдельный квест. Но, если вы все-таки хотите собрать команду, с которой вы вместе создадите классную инди-игрушку под вашим чутким руководством, то XYZ School ведет набор на курс по продюсированию игр. Цель курса – научить тебя правильно устраивать пайплайн-разработки и рассматривать игру как бизнес-продукт. На этом курсе вы придумываете и доведете игру до релиза, опубликуете ее в магазине и узнаете, как все это дело поддерживать, будь то игра для ПК, консолей или мобильных платформ. Преподаватель Кирилл Золовкин. Опытный инди-разработчик, выпустивший более 10 проектов, включая Грипер Пролог, Пеппер Кнайт и Стим Паник. На курсе ты научишься генерировать идеи механик, искать и анализировать конкурентов, создавать прототипы в гейммейкер, проводить плейтесты и управлять командой, устраивать пайплайн работы отделов, внедрять схему модизации и систему аналитики. А также презентовать игру инвесторам и издателям, продвигать ее до и после релиза. А еще у курса есть бесплатная версия, на которую ты сделаешь свой первый прототип игры. К студенту XYZ School устраиваются в Spirosoft, SaberMy.com, Digital Forms и другие студии. Курс можно купить в рассрочку на 12 месяцев, и это не кредит, проценты платить не надо. Переходи по ссылке в описании, активируй промокод UARTALASKIPLUS и получи скидку до 40% и целый месяц подписки XYZPLUS, который откроет тебе доступ к 30 эксклюзивным мастер-классам, а при продлении ты будешь получать еще 15 каждый месяц. В общем-то я был в небольшом замешательстве. С одной стороны мне хотелось побыстрее релизнуть какой-нибудь проект, а с другой стороны хотелось сделать его нормальным. И тогда я решил сделать маленький аренный шутер для гуглплей, кодовым названием которого стал Eternal, некая отсылка к последней части дума. Но шутер... на мобилках? Честно говоря, идея оказалась весьма сомнительной. Мне-то на консоли неудобно играть в шутеры с геймпада. А если отключить автоприцеливание, так вообще становится больно. Но если на геймпадах хотя бы полно кнопок, то на телефоне особо не разгуляешься. Однако в голове у меня висел тот же PUBG Mobile, и на самом гуглплее я находил множество различных шутеров. Неплохим вариантом показалась рельсовая механика как в Dead House, где персонаж идет как будто по рельсам, а вам всего лишь надо целиться и стрелять. Но мне такой вариант показался слишком уж скучным. И я подумал, раз уж я настолько вдохновлялся думом, почему бы не взять механику стрельбы и прямо-таки из первых частей. Мы можем ходить и даже бегать, но не можем смотреть камеры вверх или вниз, только влево или вправо. По идее, это должно было упростить задачу игрокам, но мне показалось, что это похоже на какое-то жесткое ограничение и не оставляло положительных эмоций. Поэтому в поздних версиях я все-таки вернул свободный обзор. Тем не менее, мне по-прежнему было не слишком-то удобно играть в шутеры на мобилке. Одновременно возможно либо идти и стрелять, либо идти и вертеть камерой, либо стрелять и вертеть камерой стоя на месте. Возможно, это нормально. Но мне, привыкшему к полной мобильности в шутерах, это казалось каким-то уж деревянным и неудобным. Еще и графика в мобильных 3D играх зачастую довольно-таки унылая или примитивная из-за оптимизации. А я прежде всего хочу сделать красивую визуальную составляющую. Даже несмотря на сильную оптимизацию моделей, большинство ресурсов седала все-таки постобработка. Она делала картинку сочной, но нормально играть было реально лишь на айфонах и более-менее нормальных смартфонах. Даже касаясь монетизации, мне не слишком нравилась идея воскрешать игрока за показ рекламы. Вроде бы все круто, но как-то уж по-читерски. Создавать более сложные системы с донатом не хотелось, так как это сильно затянуло бы время разработки. А пихать рекламные паузы прямо в процессе игры, так это вообще дурный тон. Короче говоря, было очень много «но», которые прям расстраивали и убивали желание разрабатывать проекты дальше. Тем не менее, я довел прототип до играбельного состояния, которое не сильно граничилось с коматозным, но все же я публиковал это бесплатно в гугл плей. Там даже показывалась реклама, но почему-то только тестовая. Новые сложности и непонятки, которые мне тогда были вообще не кстати, из-за них мне, честно говоря, хотелось уже забить на проект и начать что-то новое. Возможно, вернуться к платформерам. Несколько дней я даже не заглядывал в отзывы на гугл плей и не читал личку в соцсетях. И как оказалось, зря. Большая часть комментариев и отзывов были весьма положительными и даже подбадривающими. Это меня на самом деле очень сильно замотивировало, и я понял, что пора браться за дело по-серьезному. Первым делом я решил, что лучше будет базировать игру на профессиональном ассете от опси. Их функционала было предостаточно. Фактически, я стал собирать игру заново. Все скрипты и наработки прототипа были сожжены в отском пламени, и вся графика привязывалась уже к новому функционалу ассета. Всего лишь за несколько часов работы игра преобразилась и стала играться намного веселее и приятнее. А через несколько дней мне пришли отчеты о доходах по игре Dark Souls с консолей. Это была моя первая выплата, и тогда я еще не знал, сколько могу там заработать. Но увидев цифры и зная, что они не последние, я твердо решил, что мобилки подождут. Этот шутер будет консольным. Ну и для ПК, конечно, тоже. Переделывая проект под консоли, стало очевидно, что аренный воксельный шутер это не камильфо. Поэтому было два варианта. Создавать линейные уровни с сюжетом, или же превратить шутер в рогалика от первого лица, в котором уровни будут генерироваться самостоятельно. Изначально я воспользовался ассетом данжен, но столкнувшись со множеством мелких и не очень проблем в навигации, спауне врагов и предметов, а также с сохранением этого всего, и решил воспользоваться его прямым конкурентом, данжен архитект. Подобу этих ассета приходилось переделывать окружение, подгонять и создавать некое подобие конструктора. Впрочем-то разобраться с ассетами было несложно, но мне ушло около недели, чтобы получить тот результат, который меня устроил, и я все равно еще многое не понимаю в этом ассете. Чтобы уровни не казались слишком уж голыми, я добавил туда ящики и колонны, но простые, статичные ящики это же скучно, поэтому я сделал их разбиваемыми, а для полного счастья добавил систему лута. В основном это аптечки, патроны и, конечно же, главная валюта в игре, запчасти. Ну, думаю, раз это рогалик, то и пушки находить в ящиках будет интересно, поэтому я сделал отдельные сундуки, при открытии которых из них выпадал случайный ствол. Однако, в игре было всего лишь три вида оружия, и собрать их все можно было очень быстро, поэтому я добавил новые пушки в игру, и планирую добавить еще около 30 новых разной степени легендарности. Добавление первых врагов на уровне значительно их оживило, но недостаточно. Я подумал, а чего бы не добавить различных маленьких NPC, вроде роботов, пылесосов и огромных крыс. Кожаный ублюдок. Сказано, сделано. Вреда игроку они не нанесут, ну, по крайней мере, крыски. А вот взрывающиеся роботы-пылесосы стали интересной альтернативой взрывным бочкам, хотя, думаю, их тоже стоит добавить. К слову, основная геймплейная часть готова. Теперь нужно добавить нового контента для генерации новых уровней, добавить десяток новых врагов и парочку боссов, а также наземный и водный транспорт для поздних локаций, которые также будут процедурными, но не в душных коридорах, а на открытых пространствах. А если вы хотите поддержать проекты и попасть в театр игры, то сделать это можно по ссылочке в описании. Ну а с вами, как всегда, был Арталаски. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, инстаграм и заглядывайте на мои стримы на твиче. Пока!